Здоровки ребята. Погнали посмотрим видосичек. Недавно свет увидел новый фильм про Тора. Я когда его смотрел, я не мог сконцентрироваться на фильме и постоянно думал, как же он летает. На самом деле я думал о всех его способностях, поэтому добро пожаловать в новый ролик про суперсилу с научной точки зрения. Ну-ка. Предупреждаю, не воспринимайте это видео всерьез, иначе вы просто в фильмах перестанете видеть то, чего нам так не хватает в реальной жизни магии. Так все же, как Тор летает? В скандинавской мифологии он не летал, но создатели комиксов захотели сделать именно такую способность, но они не хотели, чтобы он летал просто так. Они хотели, чтобы ему что-то помогало, а вот такое движение выглядит достаточно круто. На самом деле создатели комикса пытались придумать, как же это все будет работать с научной точки зрения. И у них, кстати, почти получилось. Закон сохранения импульса. Тор начинает раскручивать молот, набирает обороты, затем освобождает накопившийся импульс и ему нахрен отрывает руку, а молот улетает во своя си. Фонтаны крови и эпичная музыка, конец истории про Тора. Это было бы именно так, если бы это было в реальной жизни. Но если учесть, что он весь такой крутой, а молот такой тяжелый, то да, наверное, он взлетит. Но вот почему это все оправдание и нифига не работает. Он, блин, во время полета может менять свою траекторию, при этом драться своим молотом или вообще летать без него. Это невозможно объяснить. Ну и не всегда у него рука одета в лямку. Живеть. И это реальная магия. И это нарушает все известные законы физики. Известные. Давайте придумаем название своего закона специально для Тора. Пишите свои версии в комментариях. Так уж получилось, что молот намного интереснее, чем сам Тор. И нас с вами волнует фундаментальный вопрос. Почему его кто-то может поднять, а кто-то не может? От информации, которую я нашел, голова болит и все равно ничего не проясняется. Поэтому я решил позвать самого Тора. Он здесь с самого начала ролика стоит, если что. Почему твой молот такой тяжелый? Это для тебя тяжелый слабак. Ладно, конструктивного разговора у нас не получится, поэтому я продолжу сам. Может пока осмотреться. Во время поиска информации мы нашли нечто действительно интересное. Но об этом вам расскажет парень, которого вы наверняка знаете. Он режет киноленты. Котокраб. Настоящим знатокам вселенной Марвел, конечно же, известно, что по канону молот Тора Мьёльнир был выкован в Великой кузне. Не давили, используя жар умирающей звезды. Это подтверждают комиксы, и даже в фильмах киновселенной об этом говорят. Однако, если вы, как и мы, с топой смотрите фильмы в дубляже, то наверняка не слышали оригинальную фразу. Наши локализаторы любят переводить, как им взбредет в голову. Ничего не говори про наших локализаторов. Иногда они оправдываются множество раз. Множество, сука, раз оправдываются тем, что мы не попадаем в липсинг. Поэтому мы решили сделать так, как мы сделали. И в этой сцене была допущена просто фантастическая ошибка. Могучий молот Мьёльнир, выкованный двергами из ядра звезды. Большинство русских сайтов, посвященных вселенной Марвел, тоже ошибочно считают, что молот состоит из материала, взятого из ядра звезды. Хотя на самом деле это не так. И это раз... Ну типа ядро, сердце, сердце, ядро. Типа игра слов. Можно ли ядро назвать сердцем звезды? По сути, да. Ведь ядро – это сердце. Нет, разве нет? Я в чём-то ошибаюсь? Я туплю что-то или что? Я один так думаю, что? Насчитают, что молот состоит из материала, взятого из ядра звезды. Хотя на самом деле это не так. И эта разница меняет абсолютно всё. Окей. Допустим, молот был выкован из материала, который внутри умирающей звезды. Возьмём, к примеру, одну нейтронную звезду. Допустим, у неё масса чуть больше массы солнца, но при этом её размер всего 20 км. Это совершенно нормально для нейтронной звезды. Это значит, что она плотная до безобразия. И наш с вами любимый астрофизик Нил Деграсс Тайсон тоже в одно время интересовался молотом Тора. И написал, что если молоток будет состоять из нейтронной звезды, то такая штука будет весить как 300 миллиардов слонов. Чего? Если такая штука будет существовать и она упадёт на пол, она просто уничтожит всё человечество. Но он ошибся и молот не использовал материал звезды. Если верить официальным данным, то молот весит всего 19 кг. Да, это достаточно много для одной руки, но почему почти никто, кроме Тора, не может поднять этот молот? Они что, слабаки? Слабаки! В этой сцене супергерои по очереди пытаются поднять молот, но у них ничего не получается. Почему? Объясняю. Хватит бить мою посуду! Отличное поймо! Во-первых, система безопасности. Я серьёзно. Ведь недушевлённые роботы могут просто взять его и поднять, а вот люди и другие супергерои не могут. Но время не ждёт. Забавную штуку сотворил пользователь интернета, который сделал в рукоятке сканер отпечатка пальцев, а также наделил свой молот электромагнитом, и только он мог взять молот с железной поверхности. С настоящим то же самое. Умный молот имеет не только сканер отпечатка пальца и Face ID, а также проверяет твою душу на наличие грешков и вообще смотрит, достоин ли ты. И после этого происходит ещё более странная вещь. Молот весом 19 килограмм... Ну ааа, ну тут тогда и объясняется, то что у роботов-то нету души и по факту... И сканировать нечего, да? После этого происходит ещё более странная вещь. Молот весом 19 килограмм не может взять даже огромная гипертварь, которая может поднять всё что угодно, грубо говоря. Почему такое происходит? Ведь журнальный столик или лифт почему-то могут. А если молот будет в лифте? Он поднимется. Но лифт недостоин. Или нахрен физику, или мы просто ещё не доросли до таких технологий. Но объяснение есть. Оно всего одно и оно притянуто за уши. Молот теоретически может менять свою массу в зависимости от того, насколько сильно его хотят поднять. Как? Испуская частицы гравитона. На земле эти частицы не были экспериментально подтверждены, но есть теория. И кстати во многих фильмах об этих частицах тоже упоминается. Накопление гравитонов может вызвать расширение массы. По сути это перенос гравитационного воздействия. И вот как это работает на молоте Тора. Чем больше ты стараешься, тем больше он весит. И тут возникает проблемка. Возьмем Халка. У этого парня просто безграничная сила. Она увеличивается пропорционально эмоциональному напряжению. А значит, если он захочет поднять молот Тора и при этом будет пыхтеть и злиться, все закончится тем, что масса молота станет настолько большой, что он провалится сквозь землю, создаст черную дыру и просто уничтожит все живое. Ну и ладно. Почему же молот Тора возвращается к нему? Ты знаешь почему? Я просто вытягиваю руку и он прилетает ко мне. Понятно. На самом деле есть только три известных мне варианта развития событий. И все они дерьмовые. Во-первых, рука Тора может быть настолько сильным магнитом, который мог бы притянуть молот. Так, ладно, мы знаем, что его рука не магнит. Что за глупость? И еще два варианта. Или Тор должен увеличить свой вес или молот. Все эти манипуляции должны затрагивать только Тора и молот и не трогать вообще никого вокруг, иначе ничего не сработает. Смотрите, каждая частичка этой вселенной тянется друг к другу, исходя из закона всемирного тяготения. Да мы с камерой сейчас тоже тянемся друг к другу, но мы этого даже не чувствуем, потому что массы недостаточно. Но если Тор будет иметь вес, то есть, но средиземного моря и действовать только на свой молот, что невозможно, он его притянет. То же самое и с молотом. Если он будет иметь огромную массу, он просто притянет Тора. На самом деле в обоих случаях они просто притянутся друг к другу. Нахрен физику! Точно-точно. Я достоин! Так все, я захотел заказать свой молот. Вот, кстати, из Китая можно неплохой взять. Из Китая? Не слышал про таких мастеров. Мы пришли. Боги в фильме идентифицируются как раса инопланетных сверхсуществ, у которых настолько крутая продвинутая технология, что мы в наше время просто называем это магией. И это один из трех законов Артура Кларка, писателя-фантаста. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Если вы сейчас со смартфоном отправитесь в 15 век, вас сожгут за то, что вы ведьма. Так что возможно это не мы не можем объяснить все тонкости, как это работает, а у нас просто еще нет таких объяснений. Или просто не стоит воспринимать всерьез всю магию, которую нам показывают в фильмах. Но вы же скажете, ты не объяснил, как Тор призывает молнию и управляет погодой. Это скандинавский бог грома и молний в конце концов. Да! Говори текст, если хочешь попасть домой. Подписывайтесь на канал Утопия Шоу, ставьте лайки, ждите видео. Что я сейчас только что сказал? Не важно, у тебя просто голос крутой, прям как в фильме. Сейчас мы устроим тебе Асгард. Асгард. Это обман. Вкратце, вполне неплохо. Вполне неплохо. Что-то для себя взяли, да, ребята? Что-нибудь для себя захватили? Я не фанат вот этих всех комиксов и тем более Марвела и так далее. Поэтому я не настолько сильно заинтересованный почему Тор, как Тор. Я знаю, что это мистика, я знаю, что это фильм и все этого мне достаточно. Хотя любопытно некоторые моменты послушать, как это работает. В целом, да. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.